И как раз сегодня в парламенте Германии жарко спорили, бороться или нет с террористами ИГИЛ в составе коалиции. Не все депутаты поддерживают идею о военных действиях. А пока западные политики решают, что делать, в бандах ИГИЛ учат детей жестокостям и превращают их в убийц с самого раннего возраста. А для убедительности и устрашения снимают все на видео и выкладывают в интернет. Германия вступает в войну с терроризмом в Сирии. Бундестаг за. Недолгие дебаты перед голосованием. Ангела Меркель настолько уверена в победе, что даже выступающих не слушает. Демонстративно разговаривает с министром обороны. А тем временем в зале разгорается нешуточный спор. Могут ли в принципе бомбы принести мир в Сирию? Вы не сможете победить ИГИЛ с помощью войны. Ибо только усилите исламское государство этой своей миссии. Если фрау Вагенкнехт в своей речи ставит рядом борцов с терроризмом и самих террористов, то это показывает не только меру ее идеологической растерянности. Это позор, который не имеет никакого отношения к нашей серьезной дискуссии. Против голосуют все однопартийцы Вагенкнехт. Левые не только не верят в военное решение. Они думают и о том, с кем в антитеррористической коалиции немцам придется стоять плечом к плечу. Я думаю, что борьба с ИГИЛ вместе с режимом Ирдогана в Турции невозможна. Ирдоган – покровитель террористов ИГИЛ и других группировок. Бондестаг в курсе, что Анкарат сама напрямую поставляет оружие исламским группировкам. Самолеты ВВС Германии в Сирию намерены летать как раз с территории Турции. Почти 600 немецких военнослужащих планируют разместить на базе ВВС США Инджерлиг в Турции. Они будут заниматься техническим обслуживанием самолетов-разведчиков «Торнадо». Первые два немецких самолета, как ожидается, будут переброшены в Турцию уже на следующей неделе. Будут ли немцы спрашивать разрешение на проведение военной операции у сирийского правительства? Маловероятно. Россия и Китай выступают за то, чтобы страны коалиции во главе с США следовали нормам международного права. Есть лишь два варианта – резолюция Совбеза ООН и официальная просьба властей страны, в которой проводится антитеррористическая операция. Мы выступаем против всех форм терроризма, против двойных стандартов в вопросах антитеррора. Мы всегда настаивали на том, что международное сообщество в вопросах борьбы с терроризмом должно действовать в рамках целей и принципов Устава ООН на основе базовых, всеми признанных норм международных отношений. Турецкие власти тем временем делают очередные заявления в отношении сбитого российского бомбардировщика. Напомню, впервые за всю современную историю России страна НАТО нанесла удар по нашему военному самолету. Турецкий премьер Ахмед Давутаглу сегодня вновь дал понять – извинений не будет. Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, несмотря на действия официальной Анкары, отношение нашей страны к турецкому народу не изменилось. Мы рассматриваем турецкий народ как нашего друга и мы не смешиваем турецкий народ и тех, кто отдал этот преступный приказ. О том, как повлияет эта акция турецкого руководства на наши отношения, мы уже объявили. Есть решение президента, есть решение, которое в исполнении его указа правительство приняло. Так что все это известно. Мы хотим всячески избегать каких-либо шагов, которые нанесут ущерб отношениям между людьми. Турецкий премьер накануне признался – 98 километров с сирийской и турецкой границы контролируют боевики, запрещенные в России группировки «Исламское государство». До сих пор этот стратегический для террористов коридор, через который в том числе идет контрабанда нефти, не перекрыт. Турция якобы старается, США считают – старается недостаточно. Уже и британцы начали бомбить нефтяные месторождения ИГИЛ. В Дамаске, впрочем, считают активность королевских ВВС настолько низкой, что эти удары сравнивают с рекламной акцией. Некоторые вещи действительно сложно воспринимать вне контекста политического самопиара. Информационные агентства сегодня распространяют видеосъемки, достойные голливудского фильма. В лучах заходящего солнца вертолет с французским президентом садится на авианосец Шарль де Голь. Тем временем халифат опубликовал новое устрашающее видео. Террористы придумали кровавое развлечение для детей, которых они превращают в безжалостных убийц. Дети ведь любят прятки. На этих кадрах мы видим чудовищную джихад-версию этой игры. Ребенок получает балаклаву и пистолет. В лабиринте он должен найти пленника и убить его. Затем оружие и балаклава передаются другому ребенку. Вот с каким злом цивилизованный мир встретится в Сирии. Победить ИГИЛ можно лишь сообща в небе и на земле. Для этого в первую очередь в Сирии должна прекратиться гражданская война. Сегодня Сергей Лавров встретился с немецким министром иностранных дел Франком Вальтером Штайнмайером. И насколько мы можем понять позиция Берлина в отношении поиска мирного решения в Сирии схожа с позицией Москвы? Решение сложное, но я полагаю, что успех в Сирии возможен, если мы, во-первых, предпримем решительные шаги в руслевенских соглашениях, а затем займемся формированием переходного правительства. Ну а после создания переходного правительства по войскам халифата может быть нанесен удар совместными силами сирийской армии и оппозиции. Госсекретарь США Джон Керри сегодня также заявил, что такой вариант возможен. И вам благой Дмитрий Волков, Ольга Людовская, Максим Семин, Первый канал, Берлин. Продолжение следует... Продолжение следует...